МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разработанный в Китае спасательный вертолет впервые поднялся в воздух. Популярность рисовой лапши принесла доходы и процветание фермерам в Гуан-Си. В КНР разрабатывают цифровые технологии для пожилого населения. Национальный гербарий Китая использует передовые технологии для защиты биологического разнообразия. Сезон дуриана наступил на юго-западе Поднебесной. Несмотря на пандемийные ограничения, которые затронули города и предприятия Поднебесной, грузовые поезда Китай-Европа продолжают ходить по расписанию. Их роль в поддержке глобальной производственной цепочки высоко оценило Министерство иностранных дел КНР. Это важный вклад Китая в восстановление мировой экономики и убедительное доказательство качественного развития инициативы «Один пояс и один путь». Грузовые поезда Китай-Европа совершают более тысячи рейсов ежемесячно в течение двух лет подряд. Сейчас поезда из Китая ходят в 185 городов в 23 европейских странах. В министерстве отметили, что Китай открыт к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами проекта «Один пояс и один путь». С начала года импорт и экспорт Китая со странами-участниками одного пояса увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом. Этот проект положительно влияет на развитие всех городов, которые расположены вдоль маршрута. Китай готов работать со всеми сторонами, следовать принципу общей выгоды и объединить усилия, чтобы придать мощный импульс восстановлению мировой экономики. Китай начал активно развивать железнодорожный проект в рамках инициативы «Один пояс и один путь» с 2010 года. Одна из целей – модернизация западных и внутренних районов страны. До этого иностранные инвестиции в основном шли в приморские экономические зоны. Сейчас же Центр и Запад Поднебесный вовлечены в мировую экономику за счет глобальных транспортных коридоров. На крупнейшем в стране резервуаре для хранения сжиженного природного газа завершилась операция по подъему купола с помощью воздушного домкрата. В высоту терминал для приема сжиженного газа – с 20-этажный дом, а его площадь равна футбольному полю. Конструкцию целиком разработали китайские исследовательские группы. «Мы строим первый в Китае резервуар для хранения природного газа объемом 270 тысяч кубометров. Также был поставлен рекорд по темпам строительства такого большого объекта. Подъем купола означает, что формирование внешнего резервуара в основном завершено. Скоро начнется работа над внутренней частью». Это первый терминал для приема сжиженного газа в провинции Шаньдун. Ожидается, что он заработает по назначению уже в следующем году. Это обеспечит стабильную подачу энергии не только для провинции, а также для экономического района Бахай вокруг Тяньцзиня и других восточных регионов Китая. Один за другим новенькие блестящие электромобили заполняют трюм корабля в шанхайском порту Яншань. Более 4 тысяч машин марки Tesla, включая самые последние модели, отправляются в Бельгию. Это уже вторая за неделю поставка высококлассных автомобилей. Заводу удалось быстро восстановить объемы производства после трехнедельной паузы из-за вспышки COVID-19. И сегодня автомобильный гигант стремится своевременно выполнять заказы. Таможня порта Яншань пошла навстречу предприятию, которому нужно без задержек отправлять партии машин, и оптимизировала свою работу. «Наши таможенники дежурят в порту 24 часа в сутки. Каждый отдел выделил специальных сотрудников, которые на связи с предприятиями. Они приходят на помощь всякий раз, когда компании сталкиваются с проблемами таможенного оформления или досмотра». В 15 из 16 районов Шанхая случаи заболевания COVID-19 были полностью ликвидированы. С тех пор, как администрация города разрешила возобновить производство и поставки, в порту Яншань снова стало оживленно. Разработанный Китаем большой многоцелевой вертолет успешно совершил свой первый тестовый полет. Испытания состоялись в восточной провинции Цзэнси. Гражданский борт, способный перевозить до 28 человек, взлетел с площадки в аэропорту города Цзиндэчжэнь. Впереди этап испытаний для получения сертификата летной годности. Завершить этот процесс разработчики планируют до 2025 года. После этого вертолет будет передан в коммерческую эксплуатацию. «Вертолет оснащен совершенно новым, более мощным двигателем. А его ресурсная надежность увеличена в пять раз. Также мы улучшили роторную систему. Высота вертолета уменьшилась, зато он стал шире». Новую модель обеспечили системой мониторинга, что эквивалентно техническому осмотру вертолета, а также средствами защиты от обледенения. «Бортовая система собирает параметры, включая условия полета и динамические компоненты. Затем данные поступают на наземную станцию для анализа. Так производится оценка состояния вертолета и его системы. Мы можем видеть, как долго он способен безопасно летать, прежде чем потребуется техническое обслуживание». Вертолет грузоподъемностью до 14 тонн повысит возможности страны в проведении аварийно-спасательных работ. Новая модель сможет работать в сложных ландшафтных и погодных условиях, в том числе в высокогорных районах и на море. Это миссии срочной медицинской помощи, тушения лесных и городских пожаров, а также работы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Тайский дуриан, швейцарский сыр, а теперь и лапша луо сифен. Вот самые популярные пахучие продукты, которые люди или любят, или ненавидят. Название китайского блюда, которое только недавно обрело мировую славу, переводится как «рисовая лапша с речной улиткой». Когда-то луо сифен был малоизвестным локальным блюдом Гуанси-Джуанского автономного района. Местные жители готовили его из рисовой лапши и бульона. Бульон часами варили с речными улитками, свиными костями и кислыми маринованными побегами бамбука. Оно также могло включать арахис, черный гриб и зеленые овощи. Сильный запах исходит именно от побегов бамбука, ферментированных по секретному рецепту. Они считаются душой луо сифена. Утверждается, что аминокислота, полученная в процессе ферментации, делает вкус освежающим и вызывает привыкание. Сегодня луо сифен особенно популярен среди китайской молодежи. Этим он обязан вирусным обсуждением в социальных сетях и появлением в нескольких фильмах. Чтобы извлечь выгоду из растущей популярности блюда, власти района Гуанси поддерживают местных фермеров, которые производят ингредиенты для специфичной лапши. Они поставляют земледельцам саженцы, удобрения и агротехнику для выращивания высококачественного гигантского бамбука, грибов и улиток. «Местные фермеры и компании по переработке продуктов заключили соглашение о гарантированных закупках. Таким образом и доход фермеров увеличивается, и местное сообщество извлекает выгоду из кулинарного увлечения всей страны». Если раньше пахучий луо-сифен можно было отведать только в китайских ресторанах, то теперь купить расфасованный полуфабрикат из Гуанси можно в любой стране мира. В прошлом году продажи товара превысили 10 миллиардов юаней. В этом году Всемирный день информационного общества, который отмечается в мае, был посвящен цифровым технологиям для пожилых людей и проблемам старения. Это тема, над которой в Китае работают уже много лет. Важно преодолеть разрыв между пожилым населением и все более сложными технологиями коммуникации, чтобы люди старшего возраста не чувствовали себя исключенными из современной жизни. Операторы связи, интернет-провайдеры и социальные службы активно продвигают обучающие курсы и дополнительные услуги, чтобы пожилые люди могли органично встроить новые технологии в свою жизнь. Так, для пользователей в годах разработали специальное приложение для оплаты услуг мобильной связи. Простой интерфейс и крупный шрифт делают его понятным и доступным. «Раньше я лично ходила в салон мобильной связи, чтобы оплатить или проверить счет своего телефона. И это было неудобно. В этом приложении разборчивый шрифт, а все функции описаны лаконично. Это действительно подходящий вариант для таких пожилых людей, как мы». Пожилые люди часто становятся жертвами интернет-мошенничества. В ответ некоторые операторы запустили услугу перехвата или всплывающих напоминаний в момент, когда раздается звонок. «Когда клиент отвечает на предполагаемый мошеннический номер, мы определяем его через облачные сервисы и предупреждаем клиента, что это нежелательный звонок. На данный момент услуга доступна для 100 миллионов пользователей». «Мы регулярно проводим лекции, чтобы научить пожилых людей пользоваться мобильными телефонами, а также рассказываем о телефонном мошенничестве и о том, как ему противостоять». Сейчас операторы связи по всему Китаю активно изучают рынок дистанционных медицинских услуг. Они разрабатывают алгоритмы, чтобы пожилые люди могли легко обращаться за консультациями к врачам, не выходя из дома. Национальный гербарий Китая, который открылся в новом Пекинском ботаническом саду, признали крупнейшим в Азии. Он занимает площадь более 10 тысяч квадратных метров. Сейчас там хранится почти 3 миллиона экземпляров растений и семян. Фонд славится не только своей коллекцией растений, но и третьим по величине банком семян в мире. Это позволяет ему играть ведущую роль в исследованиях флоры в Восточной Азии. «В гербарии мы изучаем географическое распространение флоры и видовые характеристики. Также в центре внимания прошлое и настоящее растение, их история. Это позволяет предсказать будущее и риски исчезновения. На основе этих данных мы создаем стратегии по защите биологических видов». Благодаря быстрому развитию молекулярной биологии в гербарии исследуют генетическое разнообразие видов, старения и долголетия растений, а также возможности селекции. В гербарии будет трехмерная энциклопедия, которая хранит абсолютно всю информацию о растениях, от происхождения и названия до особенностей корней и листьев. На рынках в южной провинции Юньнань нет отбоя от покупателей. В регионе начался сезон дуриана, и люди толпятся у прилавков, лишь бы приобрести килограмм-другой этих своеобразных фруктов. Дуриан широко известен своим неприятным запахом, который идет от кожуры. В ней содержится соединение органической серы, поэтому от фрукта исходит запах, как из канализационной трубы, в которой сгнила тонна лука. Если абстрагироваться от специфичного аромата, то можно почувствовать приятный в меру сладкий кремовый вкус, который кому-то напоминает клубнику со сливками, а кому-то дынное мороженое. Дуриан едят сырым, добавляют в торты и конфеты, используют как приправу. Мы приехали сюда на каникулы. В это время года дуриан всегда продается на рынке. Я его очень люблю, поэтому собираюсь купить дюжину и угостить своих друзей. Мы продаем несколько сортов дуриана. Самым популярным из них является тайский сорт Тамани. Он очень приятен на вкус и цена приемлемая по сравнению со многими другими сортами. Китай является крупнейшим импортером дуриана в мире. Жители Поднебесной ежегодно тратят более 2 миллиардов долларов на этот фрукт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова